Всем доброго здоровья, меня зовут Андрей Бирюлин, многие знают меня под псевдонимом Vice, это потому что я работаю на Vice Production, но это совсем другая история. Так вот, меня зовут Vice, и это мой первый летсплей на Assassin's Creed 3 Liberation. Раньше я летсплей не делал, но я так поразмыслил, что, учитывая, что я увлекаюсь компьютерными играми, и я блогер, я решил, что рано или поздно я должен был начать делать летсплеи. Как первый свой летсплей я решил выбрать Liberation. Сейчас я что-то не слышу звука, надеюсь, это только... А, вот звук появился. Значит так, пока мы еще смотрим начальную заставку, хочу сказать, что я делаю, помимо вот этих летсплеев, я еще делаю обзоры на компьютерные игры. Я пока сделал всего три обзора, но они у меня довольно качественные, я думаю, вы сможете найти их у меня на странице... на странице Ютуба. Вот, игра начинается. Ага. В игре нам придется играть... эээ... женщиной-ассасином. Но игру, ну, судя по всему, мы начнем с маленькой девочки. Маленькой чернокожей девочки, вот это ее мама, она что-то тычет пальцем в небо. То есть, воздух. Я, знаете, я, наверное, плохо знаю историю Америки, однако мне кажется, что негры так по улицам не ходили в те времена. Но, впрочем, неважно. Поймать курицу. Но мы должны поймать курицу. Сейчас, сейчас, мы... О, ну, вот я ее... А, ну, я ее... Ну, ладно. Судя по всему, курица должна у нас куда-то привести. Но все-таки, все-таки обгоним... Нет. Ну, я определенно поймал уже эту курицу, просто она почему-то не решила не ловиться. Вот, вот интересно, вот нечем заняться девочке, которыми как погоня... Ох ты, козел. Работящий, крепкий, здоровый. Работорговцы. Ну да, это почти не считается, что он калека. Мама? Подожди, я правильно понял? Он сейчас пытается продать здоровенного негра маленькой девочке? А мама классная. Прогуливается себе рынком, вообще не обратила внимания, что дочь куда-то удрала. Классно. Сейчас нашу маму, наверное, либо убьют, либо нас похитят. Ну ладно, пойдем, поищем нашу маму. Ох ты ж, блин. Вообще, малая уже ассасинствует. Подкаты делает. Вот мама идет. Вообще, мама нули эмоций. Дочь куда-то убежала. Да какая разница, погоняет за курицей и придет. Мы должны что-то... Да ты белая женщина, ты не моя мать. Усатый. Усатый расист. Вот так вот. Я всего лишь хотел найти свою маму. Опа. Мы уже взрослые. Мы стали... Мы потеряли маму и стали нищей. Угу. Сейчас. Надо вспомнить, какой был... Какая... Ага. Ой, погодите, у нас уже есть скрытые клинки. Мы... Мы уже ассасин. Раз были ребенком, опа, уже стали ассасином. Как быстро взрослеют ассасины. Так, я вспоминаю сейчас... Вспоминаю сейчас, как сделана боевка в ассасин крит третьем. Ну, собственно... Собственно, как и в любом новом... Любом другом последнем ассасине. Надо всего лишь клацать две клавиши. Боевой режим упростили до невозможности. Но это все влияние консолей на современные игры. Ёпперны, ёптать! Что это было за... И сразу загрузка. А, это кошмар. Все в порядке. Все в порядке. Вселенная еще не настолько испортила, чтобы появились чуваки со змеями во рту. Ма-шэри. Ты снова кричала. Опять тот кошмар. Да. Просто сон. Прости, я разбудила вас. Я извиняюсь, что я встал в тебя. Что от нас хочет эта белая женщина? Мать. Всегда тревожится даже мачеха. Она нас усыновила. Мы потеряли... Мы потеряли нашу маму, и нас усыновила белая богатая женщина. Но, в принципе, у нас в жизни все сложилось не так плохо. Мама. Ты тоже страшна? Ты меня забыли? Или ты умерла? Ага. Вот мы и понимаем всю проблематику и душевные гонения нашего главного героя. В любом случае, ночь имеет лучшее использование, чем дождь. Ага. Днем мы обычная девушка из богатой семьи, а ночью мы Бэтмен! Бэтмен. Ну или почти Бэтмен. Да. В принципе, у нее неплохой прикид. Выглядит вполне так пафосно. Многие мои знакомые говорят, что женщины играть не круто. Именно по этой причине они не хотят играть в Assassin's Creed Liberation. Но мне почему-то кажется, что... Игра не разочарует. Ага. И мы уже на крыше. Класс. Так. Чего от нас хотят? Пойти к Голубятни. О да, наша классическая Голубятня. Сейчас нам дадут какое-то задание. Наверняка она, как чернокожая женщина-ассасин, будет бороться за права женщин и немного за права черных. Используй костюм рабыни? Напомните мне рейтинг этой игры, потому что у меня какие-то неправильные, наверное, ассоциации с костюмом рабыни. Ну и, собственно, да, система паркура. Надо всего лишь нажать кнопку вперед и правую кнопку мыши. Потрясающе. Я вот, может быть, кто не знает или не помнит, но... В первоначальных ассасинах паркур состоял из нескольких кнопок. Там были отдельные кнопки бега, подтягивания. А сейчас, ради упрощения жизни консольщиков, и на ПК геймплей был крайне сильно упрощен. Вот мы, собственно, вот все это время, я просто зажимал две кнопки и направлял ассасина куда бежать. К слову, и паркур уже, да, не такой интересный. Раньше, раньше в Ассасин Крид 2 и 1 залазить на башню вот такую, как эту, это была своего рода головоломка. А сейчас вообще никаких трудностей. Быстро сходит солнце. О! Юбисофт представляет. Юбисофт София. Юбисофт Монреаль. Ассасиан Крид Либерэйшн HD. Да, и, собственно, версия для консолей же не поддерживает HD. Ну, это и было, собственно, старт игры. Настоящий старт. Полноценный. Так, чё нам теперь делать? Переодеться в рабыню. Не ту кнопку нажал, я хотел спрыгнуть. Кстати, вот это обозревание тоже немножко ухудшилось. Раньше Ассасин принимал пафосную стойку, а теперь он сидит на корточках, как гопник. Костюм рабыни. Переодеться. Это, типа, мы зашли в магазин, да, и сейчас купим костюм рабыни. Ну, да, во всех магазинах это, типа, тренд такой. Продаются костюмы рабыни. Ага. Так, значит, заходя в такие домики, мы можем переодеться или в госпожу, или в Ассасина, или вот в рабыню, да? Я не могу понять. Юбисофт решила завладеть женской аудиторией? Мы, типа, играем... И выставка будет приезжать на плантаж. И выставка будет приезжать на плантаж. И выставка будет приезжать на плантаж. И выставка будет приезжать на плантаж, чтобы увидеть место, без себя видеть. Так, погодите, вот так, да. Мы играем с женщиной. Появилась система переодеваний. Тут что-то нечисто. Неужели это для того, чтобы... Ну, как бы... Ну, я знаю, что маленькие девочки любят играть в игры, где нужно наряжать своего персонажа. Не спрашивать, откуда. У меня просто младшая сестра есть. Ничего, не подумайте плохого про меня. Та-та-та-та-тарам. Я вот бегаю и попутно вспоминаю... Вспоминаю, как... Какое было управление. Я ж... Как бы, Ассасиан Кри 3 прошел давно, и даже Ассасиан Кри 4 прошел уже так... Года пол назад. Все-таки... О! Так. Сундучок. Как там надо его... Вот. Йо-йо! Ну! Откройся, таинственная шкатулка. Я немножко туплю. Денежка. Денежка. Классно. У нас появились деньги. Хотя мы вроде как богатая всей себя барышня. Но денег что-то у нас было не густо. Что там дальше? Еще чемоданчик. Так, где-то он должен быть на возвышенности. Вот эта карта отображает... Помогает нам понять, на одном ли уровне мы находимся с чемоданом. Он что, внутри дома находится? Ну, да ну нафиг, ладно. Вот мы и добежали к точке. И... Передвижной сток сена! Я... Может быть, я что-то это, но... По-моему, такого раньше не было. Не, ну не, серьезно. Передвижная повозка. Ну, да, в принципе, повозки всегда передвижные. Просто я не могу припомнить передвижных этих стоков сена излюбленного укрытия ассасинов в какой-либо другой игре вселенной Assassin's Creed. Вот она наша повозка. Да, вот она. Так. Проникнуть на плантацию, не обнаружив себя. Поднять ящик, используя... У! Опа, мы зашли в запретную зону. Так, парни, я себе обычная рабыня несу ящик. Мы прошли. Мы на запретной зоне, они не обращают на нас такого... А, вот, кстати. Что-то индикаторы. Индикаторы в левом углу... Углу экрана отображают три вида костюма и разный вид подозрения. Вот что-то дядька на нас пялит. Бежим-ка мы от него. Так вот. Судя по всему, костюмы являются неотъемлемой частью геймплея. Вот. Индикаторы показывают, что как рабыня в таком месте мы менее подозрительны, чем тот же ассасин. Ладно, так, что-то... Ага. Кто ты? Как ты пришел по всему богу? Мы уже у нас много проблем. Я же такой же нищеброд, как и вы. Это, я не могу, у меня крысы разов. Сестра Тереза. Тереза? Ну да, в принципе, Тереза. Тереза нормальное имя для африкантов. Тереза должен оставить трек. Отвечают за геймплей. В принципе, были такие одиночные миссии, где надо было переодеться. Но это уникальные одиночные миссии. А тут это очень важная составляющая геймплея. Мы можем быть госпожой, рабыней и вот ассасин. И это все наверняка три разные вида отношения к тебе персонажей других. это, наверное, ты сможешь проникать в разные зоны под разной личиной. Ну, я не уверен, как отличается по вооружению рабыни и ассасин. Но явно будучи госпожой, мы, наверное, не сможем размахивать мечом или скрытыми кинжалами. Это же госпожа в платье. Ну, судя по всему, будучи рабыней, мы можем паркурить точно так же, как паркурим, будучи ассасином. Ассасином. Здравствуй, Тереза. Я друг. Кто сделал это? Твой мастер? Нет. Этот сын. Пожалуйста, помоги. Этот шаг. Я получу тебя в безопасности. Ты платишь за это. Господи! Срочно! У нас есть рыбы в руках! О, бывает, да. Так, сейчас я не могу бегать. Я должен выучить новый прием пробел. Ага, я могу отбирать мачете. Я могу вешать глубь, 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 глубь. Вот так вот, ребятки. Ну, чем тут гордиться? Выглядит все круто, но геймплей прост, да, не воз... Простейший. Все, Тереза, все у тебя будет хорошо в этой жизни. Идем за мной. Идем со мной, Тереза. Так, я типа... Тереза, ты вообще идешь за мной? Эй. Ну да, наверняка сейчас за дверью тоже что произойдет, поэтому она там стоит. Хм, быстрое перемещение. Интересненько. О! Мой госпожа. Знаешь, если бы я знала, что ты, типа, убийца, я думаю, она бы меньше за тебя беспокоилась. А так, ты черная девушка на улицах для того жестокого мира. Брешь свои, мачехи. Тереза, ты привела животное домой. Мы же договаривались, что этот щенок будет последним. В дальнейшей тайне. Это подозрительно. богатая белая женщина не может бескорыстно помогать черным. Это как-то не в ихнем стиле. Не в ихнем стиле, да. Подождите. У нас мы получили деньги сорвать объявление. Там что-то было про грабителей. Я не успеваю, не успеваю читать эти подсказки. Сорвали объявление. О! И изменился индикатор. То есть, мы совершили в этом районе преступление, будучи рабыней. Что это у него за сердечком над головой? Почему с этим сердечком ничего не происходит, когда я рядом? Может, ты... Ты гей? Эй. Ага. Вот. Надо было нажать на кнопку и очаровать его. Теперь, ну да, теперь видно, что ты не гей. К слову, должен заметить, что в этом платье мы выглядим много симпатичнее. Все, надо убежать от этого гребаного ухажера. Блин, он бежит за нами. Надеюсь, он не рассчитывает на нечто большее. Я девушка, которая на первом свидании не-ни. Забежим-ка от него. Эй, эй, эй. Ну да, он за нами не пошел. Одежда рабыни. Слушайте, мы должны купить одежду для этой рабыни? Подождите, мы живем в богатом доме. Неужели там нету хотя бы какого-то платья, которое можно было бы одеть на эту это наша носильщица? Прекрасно. Я использую одну черную рабыню, чтобы спасти другую. А этот ухажер, что-то его сердечко заканчивается. Что случится, когда оно закончится полностью? Вот так вот, да? Все. Я тебя больше не устраиваю, да? Вот, подонок. Тебя убить нельзя, да? Ну, Козел, все вы мужики одинаковые. О, у меня есть скрытые клинки. Так, такие... Такие госпожа может ассасинствовать? Оно. Ну, ладно, в принципе, я думаю, что видео достаточно длинное получилось. Для первого эпизода хватит. Сейчас я его порежу, начну заливать на YouTube. Будем надеяться, что вы его посмотрите и вам понравится и вы обязательно посмотрите второй эпизод. Пока!